Здравствуйте, товарищи! У нас сегодня очередная лекция в университете рабочих корреспондентов. Лектор у нас профессор, доктор фирософских наук Аксан Сергеевич Казенов. И просчет нам лекцию на тему эпоха советского просвещения при капитализме заканчивается. Да, название может кому-то показаться несколько таким необычным, экстравокатным даже. Вот, тем не менее, оно родилось закономерно. А именно, вот, смерть Владимира Сергеевича Бушина вызвала переживания, ассоциации, попытку осмысления его жизни, его дела. И как-то натолкнули меня все эти размышления на мысль о том, что вот у нас в буржуазном обществе в нынешнем, в каком-то смысле, значит, возникло советское просвещение. То есть, несмотря на то, что у нас капиталистическое общество, буржуазный строй, буржуазное государство, вот в этом вот развале соорганизовались социалистические советские силы. Начали вот это вот наступление еще при, значит, Горбачеве, и оно очень бурже, стремительно развивалось все это время. И вот когда, значит, Бушин умер, вот это было каким-то таким и потрясением, и ощущением, что вот он был таким выдающимся лидером этого просвещения, выдающимся духом этого просвещения. И как-то его смерть, она так осветила вот эти пройденные годы с точки зрения вот этого вот советского просвещения. И, скажем, я думаю, что каждый из вас, если вспомнит вот эту темень Горбачевскую и темень начала Ельцинщины, антикоммунизм этот жуткий, вот. И что потом все-таки, все при том, что оно осталось, это буржуазное сознание и развивалось, и общество стало вполне буржуазным, и господственное сознание буржуазное, советская мысль, советская идеология, советское сознание тоже очень сильно развелись. И мы видим много сейчас всяких общественных институтов, пропагандирующих социализм, советскую власть и критикующих современное общество, массу газет, конференций, сборников выпускаем всевозможных. То есть идет такой большой рост всего вот этого советского сознания. И, конечно, такая стремнина, или как-то нынче это говорят-то, мейнстрим, центр этой борьбы – это то, что вот то движение, которое начало реабилитацию Сталина, в том числе Владимир Сергеевич Вужин в самом начале 90-х, и даже в какой-то мере в конце 80-х, оно стало вообще очень мощным, сильным. И сейчас уже мы в буржуазных рядах встречаем защитников, пропагандистов Сталина. И правда, подчас не нравится там Ленин, вообще коммунизм, а Сталина не готова защищать. Вот и проводятся конференции по Сталину, сборников мы уже несколько выпустили по Сталину, другие общественные организации выпустили в сборнике по Сталину. То есть мощное такое движение в общественном сознании. Поэтому всё это и вынудило меня как-то обратиться к опыту просвещения, к опыту эпохи просвещения. Эпоха просвещения обычно считается, что она была с середины примерно XVII века до конца XVIII, где-то полтора столетия. Началась в самом передовом обществе английском, значит, потом во Франции, в Германии, в какой-то мере в России в XVIII веке. И XVIII век так и считается веком просвещения. И надо сказать, что вот этот вот дух просвещения, ценности просвещения, произведения просвещения, они поддерживали и Ленинскую партию, и весь мир, он вот до последних десятилетий жил идеями просвещения. Скажем, авторы известные из этой эпохи, скажем, Даниэль Дефо, Робинзон Крузен, все знают, все читали. Свифта все знают, все читают. Значит, Геот и Шиллера ставятся постановки, оперы про эти произведения до сих пор. И как-то вот это сознание просвещения, оно было очень мощное. Ну и надо сказать, что ему посвятили много времени и Гегель, и Маркс Энгельсом. А Энгельсом и Ленин просто призвали учиться материализму у французских материалистов XVIII века, то есть эпохи просвещения. Ну и хотите верьте, хотите нет, сегодня что-то мне понадобилось уточнить одну мысль Канта. Я залез в его собрание сочинений и встретил статью, которую я хорошо изучал, значит, когда писал диплом. Диплом у меня как раз был по эпохе просвещения в университете. И там, тогда я эту статью хорошо читал, с тех пор прошло уже сколько лет, я уже забыл ее. А тут вдруг вот она сегодня, значит, под руку мне подвернулась. И я удивился, насколько, значит, созвучны мотивы, переживания и, как бы, такое настроение ожидания или, значит, требования с того дня перекликаются с нашими днями. Поэтому я надеюсь, что не затрудню вас послушать здесь буквально полтора абзаца. Часто мы вспоминаем немецкую классическую философию, но как-то специально никогда не говорили. А тут вот есть возможность именно непосредственно столкнуться. Значит, статья так называется, ответ на вопрос, что такое просвещение. Значит, это, видимо, уже в обществе созрел этот вопрос. Студенты обращались к Канту, и Канта решил высказаться по этому вопросу. И прямо начинает, вот с этого начинается статья. Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Видите, как интересно сказано? Что выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. То есть, он сам-то человек уже взрослый, но он не выходит из детского состояния. И мы сегодня об этом говорим и обращаемся к рулящикам, что кризис, что жизнь невозможна. А вы все сидите по домам и смотрите, а как там борются со стороны. Все, не можете выйти из этого несовершенного состояния. И Кант он об этом говорит своим современникам. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Видите, несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. И точно, и нам, так сказать, или нашим людям, вот все они сами что-то сделают, боятся, стесняются, вот им нужно все какой-то поводы. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, причина которого заключается в недостатке рассудка. Рассудок есть, но дело не в этом. Не в недостатке рассудка, а в недостатке решительности и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. И это точно, это вот все, значит, поиск какого-то поводыря, поиск все какой-то опоры. Имей мужество пользоваться собственным умом. Таков, следовательно, девиз просвещения. Леность и трусость – вот причины того, что столь большая часть людей, которых природа уже давно освободила от чужого руководства, все же охотно остаются на всю жизнь несовершеннолетними. По этим же причинам так легко другие присваивают себе право быть их опекунами. Да, это тот разговор, который я уже заводил, я сказал, как раз в том числе и в этой аудитории, говоря, что нынче у людей у наших и у рабочего класса дело не в том, что он чего-то не понимает, он там многого не понимает, но основные вещи он прекрасно понимает. Но у него недостаток воли, недостаток смелости, недостаток желания стать взрослым, стать ответственным. Наверху безответственность царит. И получается и в народе, и даже в рабочем классе с ответственностью большие проблемы. И вот об этом вставил вопрос Кант. Теперь, в каком году это написано? Это написано в 1784 году, а через пять лет началась Великая Французская революция. И я-то, значит, после вот этой мысли о Бушине, потом решил, значит, сделать такой выпуск выступлений по Ленру. И на Ленру есть моя запись о выступлении. И я там обращаю внимание, запись выступления о просвещении. И я там обращаю внимание, что вот как-то, когда о просвещении говорят, то говорят о поэтах, писателях, об искусстве, о философах. А как-то мало говорят о том, к чему это все шло, чем это все закончилось в просвещении. А закончилось просвещение Великой Французской революции. И Кант еще не знает, пять лет до революции, он еще не знает, но вот это у него ощущение, что что вы, мол, сидите-то, что вы из себя деток разыгрываете? Вы взрослые мужики, возьмитесь и решайте проблему. Да, и вот, значит, всякое просвещение, почти всякое, заканчивается революциями. И я эту мысль продолжил немножко в истории и увидел, да, нетрудно увидеть. Перед каждым большим революционным событием, перед каждой революцией есть всегда вот эта эпоха просвещения. Она всегда есть. Как Гегель говорит, без реформации не было бы революции. Сначала реформация в голове. Причем и в это время у Канта был сарменник Дидро, французский просветитель. У него есть замечательная такая философско-литературная работа, такие диалоги. Называется «Племянникром», и Дидро, размышляя над этим движением просвещения, говорит, что вот новый дух, он развивается потихоньку, из-под воли, незаметно захватывает одну область с другой. Потом вдруг пац, и старый идол повержен. И мы это переживали, скажем, вот эпоха, особенно Горбачева, Ельцина. Рынок, 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 ну вроде рынок, да, рынок, разговоры давно о рынке. Потихоньку, и вдруг товарищи, с одной стороны коммунисты, коммунисты, с другой стороны рынок, рынок. И потихоньку, потихоньку совершается контрреволюция БАСС и Советского Союза. Неожиданно было и для наших людей, и для ЦРУ, как потом оно признавало. Они сами не ожидали, что СССР так легко разрушен будет. Теперь, перед Парижской коммуной было просвещение коммунистической Маркс и Эрнгельса в течение… Почти, сколько так, подготовка шла? Четверть века. Ну, почти четверть века, да. Я уж не говорю о том, что и революции 48-го года – это продолжение того просвещения, которое было в 18 веке. Революции 48-го – ужасные. Они все базировались на идеологии, созданной эпохой просвещения. Теперь, наша революция 17-го года, она тоже прошла перед этим период просвещения. Значит, поколение коммунистов начинает работать с середины 90-х годов 19 века, особенно с приходом Ленина в революционную деятельность. И начинается просвещение с точки зрения марксизма. И за эти 20 лет до революции Марс был усвоен в России довольно хорошо и подробно. А уж большевики хорошо изучили Маркса и были готовы к революции. Поэтому она и произошла успешно именно в России. Началась в России и прошла успешно. Потому что партия была готова, она была просвещена. Ну и, значит, я говорю, что если посмотреть на историю, то почти всегда каким-то большим сдвигом, таким событием, а в том числе особенно даже революцией, предшествует вот такой вот период просвещения. И в наше время, мне думается, что вот то, чем мы занимаемся, и тем, чем сейчас занимаются много всяких общественных организаций, газет, конференций, книг выпускается масса, это все идет, значит, советское просвещение. И я думаю, что и мы с вами, и, значит, РКРП, и рабочая партия России очень много сделали, значит, в отношении просвещения советского, значит, в нашей стране. Поэтому я думаю, что идеологические силы буржуазии, они, в общем, чувствуют, что они не выполнили свою миссию. И массы из них разбежались по углам, и многих теперь уже не слышно. А молодежи там, ну, практически нет. Там, ну, какой-нибудь дуди где-нибудь. А, кстати, тут был недавно опрос лидеров общественного мнения. Ну, вот там Ксюша Собчак, но она уже престарелая все-таки относительно. А из молодых Дуль там только и называется один. Но Дуль, конечно, он идеолог все-таки и слабый журналюга, он неплохой, денег он зарабатывает много. А эти LLJ с Погрештернами, они в своих песнях как раз продвигают чисто буржуазную идеологию. Да, ну и, значит, поскольку просвещение заканчивается революциями или какими-то катаклизмами, то, конечно, полезно и присмотреться, как же это все-таки происходит. И я увидел, что вот на последних этапах просвещения происходит такое обострение, внутреннее обострение вот этих прогрессивных сил. И это движение прогрессивное, оно себе раскалывается, и в нем выделяются радикальные, последовательные революционные силы. Скажем так, было бы во французской революции, выделились якобинцы как наиболее последовательная такая мощная сила. Им противостояли же радисты. Скажем, в парижской коммуне это были бланкисты и анархисты, две такие крупные фракции. Генеральный совет и люди из интернационала участвовали в парижской коммуне, но они все-таки были там в парижской коммуне в меньшинстве. Но и составляли там самую такую прогрессивную линию. Скажем, в нашей революции были же вместе социал-демократические партии большевики и меньшевики. Потом все-таки раскололись на большевиков и меньшевиков. Теперь социалистических партий и групп в 17-м году было 17 разных. Там меньшевики-интернационалисты, анархисты, эсеры, они тоже социалисты и так далее, и так далее. Но выделили все-таки большевика как наиболее сознательная и последовательная сила, а эти потом-то еще стали наиболее последовательными и даже, может быть, более такими сильными врагами советской власти, такими как лидер эсеров Савенков. А? Савенков. Савенков, да. Савенков до 1924 года все организовал военную борьбу, значит, советская власть пока его тут не… А перед расстрелом сказал, что он не признает никакой власти, кроме советской. Да, да. Значит, то же самое примерно, видимо, происходит и сейчас, и с нашим, значит, вот этим вот советским просвещением. То есть, в последнее время чувствуется, что с одной стороны все-таки возревают серьезные последовательные силы, которые ведут методичную работу в просвещении, изучении классиков, изучении истории, изучение трудового кодекса, изучение трудового права, значит, работу с трудящимися там и так далее и тому подобное. И в то же время мы видим массу сейчас социалистов. Сейчас куда ни плюнь, все попадешь в социалистов. Я не знаю, как в других сетях, но в Ютубе, который я чаще всего смотрю, значит, там, ну, все социалисты. И Стариков, и Спицын, и Семин, и Платошкин, и кто там еще. В общем, Кирилиди, да. Ну, кого ни возьми, там, ну, все социалисты, даже Катасонов с этим, с Хазином, они тоже социалисты. Делягин еще. Делягин социалист, а потом. Но, значит, вот сейчас видно, что и мировой кризис, и кризис, который идет в России, он разводит эти силы, и, так сказать, показывать начинает и их такое истинное нутро, истинную сущность. Скажем, ну, и мы видим, Катасонов, он хороший, грамотный экономист, серьезный профессор, часто выступает, хорошо знает банковское, финансовое дело. Но к чему он призывает? Что он предлагает? Да, значит, организовали там общество, значит, имени Шарапова. Шарапов, это был такой, во второй половине 19 века экономист, написал статью там про бумажные деньги, потом эту статью расширил книжку, тоже называется «Бумажные деньги». Ну, и предложил, значит, что вот давайте организуем такие деньги, если за ними четко следить, то у нас индюки будут висеть на заборах, как говорила Райкина. Кто будет висеть? Индюки. За что? Индюки? Висеть на заборах будут, бери, жарь. У Райкина была такая интермедиа, что если бы мы там все сделали, у нас бы индюки на заборах висели. Это вот как в Соединенных Штатах у них индейка или гусь на праздник, это вот признак такой, за жизнь. Да, и оказывается, Катарсонов, он христианский социалист. Он не просто социалист, а он христианский социалист. Ну, так дорогой товарищ, христианские социалисты уже были, уже показали, что они себя представляют. Ну, неужели надо в 21-й век тянуть всю эту чушь старого старинного? В Германии ХДС. Да-да, да. Раскритикованный еще Марксом, Энгельсом в манифесте коммунистической партии. Грамотный человек. Значит, их книжки пишет и предлагает нам быть христианскими социалистами. Да, теперь у нас появляется новый социалист, товарища Платошкина. Платошкин зовет нас к новому социалисту. Вот я все думаю встречи, его спрошу, чем новый социализм отличается от старого-то? Это будет один вопрос. А другой вопрос будет, у нас уже новый-то социализм есть. СССРы наши, которые сидят в парламентах, у них главный лозунг за новый социализм. И я его спрошу, так ты, значит, из партии социалистов «Справедливая Россия, что ли?» Ты нам предлагаешь встать под лозунги «Справедливая Россия» под лозунги «Буржуазная партия», которая сидит в буржуазном парламенте и его поддерживает изо всех сил. Что скажет товарищ Платошкин? Я думаю, даже ему и нечего сказать будет. Что да, тоже за новый социализм. И таких чудиков еще будет очень много, которые будут призывать к новому социализму. Точно так же, как это было в христианстве, скажем. Если посмотреть за всю 2000-летнюю историю христианства, там была масса обновленцев всяких. Вот мы за нового Христа, вот мы за истинного Христа, вот мы за подлинного Христа, вот мы за новую церковь. И потом оказывалось, что ничего нового, еще хуже старого. Поэтому, значит, на самом деле ситуация вот такая, с одной стороны хорошая, скажем. С одной стороны, ну вот я как-то долгое время, пока воспринимал это более-менее непосредственно, как-то радовался. Вот хорошо, что кирилиди там выступают, что да, вот, буржуи там вот не хотят обманывать, несправедливо эксплуатируют. Это правильно. Но, когда вдруг он начинает по каким-то серьезным теоретическим вопросам, значит, говорить, он говорит, ну, буржуазную чушь. Особенно такие вот провалы, значит, на субъект. Что такое, значит, субъективный фактор? Или что такое субъект революции? От товарищей не добиться. Они под субъектом все еще понимают человека. Для них субъект только в этом, ну, не в примитивном, а в простом, таком повседневном, обывательском смысле. Субъект – это человек, тогда как Гегель давно уже разъяснил, субъект – это широкое понятие. Субъект – это тот, кто действует. Если комар пьет вашу кровь, он субъект, а вы объект. Он вас использует, кушает вас. Теперь государство – это мощнейший субъект, мощнейшая машина, которую используют для защиты классового строя сознания. И от того, в чьих руках этот субъект, да, эта машина. Субъекту, конечно, подлинному нужен еще машинист, но тем не менее, государство и субъект, оно проводит политику, оно проводит организацию экономики, оно подавляет одни силы, оно помогает другим силам и так далее, и так далее. Конечно, оно мощнейший субъект, но главным то субъектом все равно остается класс. Ну и класс, с одной стороны, класс в себе, то есть класс, когда он не организован, когда нет субъектов, которые придают ему организованный характер и формы, и деятельность. Другое дело, когда класс становится классом для себя, осознает свои интересы, вступает в борьбу, организуется в профсоюзы, тогда он класс для себя. И только класс в себе и для себя, как выражается Гекки, иногда использовали этот оборот, и Макс и Ленин, тогда он становится классом в подлинном смысле слова и берет власть в свои руки, и тогда он становится, конечно, подлинным и выдающимся, и сильнейшим субъектом, и способным решить все дела, все проблемы, которые есть в обществе. Да, ну или скажем, вопрос пресловутый об этих цветных революциях и нашей, и Кавериди, и Блатошкин и все прочие, вслед за буржуазными там, этими телевизионными дикторами, вот революция в Беларуси, или вот революция в Молдаве, или вот революция в Армении. Ну, дорогие-то же, ну какая революция? Это обычный реакционный переворот, никакой революции там нет, плюс – это реакционный переворот, инспирированный Западом, это, значит, сделанный под копирку, под руководством ЦРУ, под руководством Сороского фонда и так далее и подобное. И когда вы говорите, что это революция даже цветна, вы как бы их приподнимаете заранее, скажем, эту Тихановскую, из Тихановской делаете революционерку. Ну, какая она революционерка? И какая она революционерка? Тетка нечаянно попала там, значит, в эту сферу, ее подтолкнули, она не знает, что делать, ну, ей там подсказывают и подталкивают. А Энгельс использовал выражение «консервативная революция». Ну, это вариации особые, так сказать, и можно поговорить о консервативных революциях, но все равно в этом же аспекте, что это не революция в подлинном смысле слова, а это в лучшем случае, значит, реакционный переворот. Поэтому, если вы хотите это действительно серьезно критиковать, это и надо критиковать по существу, как переворот, реакционный переворот, компрадурский переворот, инспирируемый Западом, никакая не революция. Ну, и много других вопросов, значит, так вроде хорошо критикуют капитализм, значит, защищают коммунизм, Ленина, Сталина, вот, но что-нибудь, значит, Сёмин, вот социализм, он не может быть в России построен. Ну, дорогие товарищи, он уже был построен, он уже развивался несколько лет, не может быть до конца построен. Почему? Потому что еще на Западе нет революции. Это он нас двигает тут где-то к точке зрения, значит, Троцкого, что раз революция не построить, а чего тогда его строить, Сталинская линия на ошибочно и так далее, там подобное, я думаю, что это он несознательный там какой-то троцкий стащит, но вот такого рода ошибки, они дают как бы противоположный результат, результат-то буржуазный. То есть, если революцию до конца не сделали и сейчас не сделают без Запада, то чего же нам тогда подниматься? Да надо сидеть и не рыбаться, а дожидаться. В какой-то мере, конечно, он журналист, с него взятки гладкие, я думаю, в этом отношении, но грамотные люди, прошедшие школу, вот как мы тут проходим, значит, уже несколько лет, они, я думаю, должны знать, что этот вопрос специально обсуждался Марксом и Энгельсом. Значит, Вера Ивановна Засулись, там еще в 80-м, по-моему, в 1880-м году обратилась к Марксу с письмом, что вот у нас некоторые товарищи считают, что наша русская община, вот она может быть, значит, таким основанием революции, и революция вот у нас может быть успешней, чем на Западе. И Маркс много думал на эту тему, четыре варианта письма, четыре варианта ответа на это письмо есть у Маркса, а отправил он только один ответ, одно письмо. Почему? Потому что вопрос действительно сложный. С одной стороны надо было познакомиться, что такое община и с чем ее едят, а с другой стороны, какую действительно роль она может сыграть революцию. В предисловии к этому русскому изданию манифеста коммунистической партии, там Маркс указывал, что русская общинная собственность на земле может стать исходным к пунктам коммунистического развития. Вот я про это и говорю, вы что-то торопитесь, вот грамотные люди. Как говорила одна дамочка у Сехова, образованность свою хочет показать. Это хорошо, что вы знаете. Вот если бы я не сказал, вы бы потом бы дополнили. Я так к этому и веду, собственно говоря. Поэтому, да, это реверно. Да, и Маркс этой вере Ивановны Засулич объясняет, что община может быть исходным пунктом революции русской, если она будет поддержана революцией европейской. Почему Маркс так говорит? Потому что на тот момент Маркс и Энгельс думали, что революция совершится в развитых странах в одно время. Поэтому он и полагал, что революция, может быть, начнется в России. И если она будет поддержана на Западе, революцией на Западе, то да, вполне возможно, это у вас будет хороший корень, у вас люди уже могут жить в общине. То есть, кому не переводя на немецкий язык. И французский, и английский. Но это община столыпинская реакция уничтожила потом? Не до конца. А проветрилась? Покойнее надо быть на лекции. Столыпин, она не уничтожила. Столыпину это не под силам. Он надорвался, его самого уничтожили, причем не кто-нибудь, а сам царь и царская охранка. Спихнули это все на Мадро, что, дескать, Мадро там действовал в одиночку. Так что он вызвал реакцию общины в том числе и получил лоб, не высовываясь. А община, как была община, так она и сохранилась до колхоза. И я-то думаю, что Сталин сделал крупную ошибку, еще одну помимо Совета. Что? Значит, когда речь зашла о выборе основной формы колхоза, то стоял вопрос, и даже дискуссия была небольшая правда. Значит, какой нужен устав для коллективного хозяйства – артели или коммуны? И Сталин склонился к коммуне. И в 1931 или 1932 году был принят устав артели для колхозов. Колхозы стали артелями. Я думаю, что это не вполне правильно. И, так сказать, немножко изучая этот вопрос, хотел бы углубиться в него, но все как-то дела отвлекают, не дойти. А я думаю, что это один из принципиальных вопросов. И тоже он сыграл такую роль не очень. Хотя, тут, с одной стороны, я-то мудрствую, как так сказать, ученый человек, категориями оперирую. А Иосиф Турисович, он исходил из конкретной ситуации, очень острые, обострившейся борьбы в то время. И, может быть, действительно по-другому не решить было. Но я-то думаю, что было бы правильно тогда принять и устав артели, и устав коммуны. И хотите вы артель – пожалуйста, заводите артель. Хотите коммуну – заводите коммуну. Причем коммуны уже были. Причем они организовывались, распадались, опять организовывались, опять распадались. Но это и было дело становления. Но им нужно было помогать. И я думаю, что если бы было немножко больше тракторов у рабочего класса, то этот вопрос, он решился сам собой. То есть пришли в деревню трактор, и за трактором все пойдут. Почему? Потому что одно дело – пахать плугом. Кто-нибудь пахал плугом-то здесь присутствующих? Пахали, да? О, я тоже пахал плугом. Ну, я, правда, пропахал там 20 метров и сказал – хватит, я больше не буду. И, правда, я один огород плугом картошку окучил. Но бабушка-то сказала, что лучше вам вообще не окушать. А кто пух тянул-то, бабушка? Лошадь. Лошадь, и с ней надо уметь обращаться, чтобы она шла по этой вот, по линии, да. И с ней обращаться, ее вести, так сказать, да. Это лучше отдельный мальчик должен. Лучше, если, да, вот отдельный мальчик или сама бабушка ведет лошадь под усы. Но, скажем, мужчины, которые умеют это делать, они и сами справятся без бабушки. Вот, ну, а мне, конечно, я-то городской человек взял с бабушки и помоешь. Я говорю – спасибо, Саша, но лучше ты видишь. Да, так вот, коммуна-то. И так они как-то затихли, хотя, по сути, в деревне. Скажем, ну, мне приходилось много бывать в деревне, вот тут конец 50-х, 60-х годов. Значит, конечно, там жизнь была уже коммунальная, почти коммунистическая. Отношения между людьми были душевные, они еще остались душевными с крестьянской общины. И я шел с девушками, значит, с работы, значит, там эти вот сена сначала в комны, потом комны в стоги метать. Вот они намечиваются за целый день, часов до пяти, до шести. И потом, значит, с поля, там, километра два-три, с песнями идут домой. Радостно и довольно. Да, ну, а здесь вот с реформами Хрущева, с реформами Брежнева потом, и вообще с постоянной чехардой в колхозах, конечно, вот эта вот жизнь и вот это общественное настроение, оно испарилось. И уже, скажем, в 70-х, а тем более 80-х годов вот этот общинный общественный дух, он испарился, ушел. И потом мы с вами смотрели фильм Афони, Афоня, как этот Афоня приехал из деревни со своим другом, который играет в краморе, в город. И вот они тут придурки такие, они из деревни уехали, но и в город как-то не пришли. Вот такие вот недотепистые, вроде неплохие парни-то, но непрекаянные. Да, так вот это вот разделение, я думаю, что оно идет, обостряется, и это как раз показатель того, что эпоха просвещения, видимо, заканчивается. И я думаю, что вот это обострение отношений внутри вот этого просвещения, внутри вот этих общественных организаций и сил, оно как раз и призвано более четко сконцентрироваться на проблемах. С тем, чтобы выросли организации и люди, которые бы понимали это очень глубоко, точно, выверенно и умели бы и людям объяснить, и написать, и выступить где-то, значит, и организованную работу проводить на таком вот достойном уровне. Я думаю, что на этой почве растет конкуренция между общественно-политическими силами, конкуренция за авторитет, за право быть такими руководителями общественных движений, лидерами общественного настроения, значит, и организаторами рабочего класса, да и всех трудящихся. Значит, пока таких лидеров, кроме рабочей партии России и РКРП, я не вижу, вот, хотя несмотря на то, что вот люди пропагандисты вот этого советского просвещения есть очень интересно, яркий, вот как сегодня, или Спицын, вот есть такой профессор тоже, очень яркий, такой жесткий, довольно принципиальный. Он пользуется понятиями определения и чувствуется, что он опирается на марсистско-ленинскую и гегелевскую методологию. Вот, но эта конкуренция, эта борьба, значит, за авторитет она идет, и я думаю, что она ничем плохим кончиться не может. Хотя, я думаю, что надо готовиться к тому, что часть вот этих вот социалистов, вот, она, конечно, еще в свое время будет и врагами, и коммунистов, и коммунистов, и коммунистов, и коммунистов, и коммунистов движений, и кого хотите. Как вот тут сидят два кандидата наук на диване, снимают себя и рассуждают о том, что они вот не знают, что такое диктатура пролетариата. Ну, что такое диктатура пролетариата, ну, вроде наемные, у которых ничего нет, ну, как ничего нет, вот машины, сейчас телевизоры, ба-ба-ба-ба-бам. Вот, а то и непонятно сейчас, что такое диктатура пролетариата. Дорогие товарищи, ну, что ж вы с такими, значит, этими выходите в публичную сферу? Вы сначала на диване у себя выясните вопрос, а потом расскажите людям, которые не кандидаты наук, которых нет времени учиться изучать. И выясните, что такое пролетариат, чем он отличается от рабочего класса, значит, какие группировки есть в рабочем классе, почему фабрично-заводские рабочие, кстати, и сегодня тоже. Вот, сейчас фабрично-заводских рабочих нету, сейчас в основном там в магните, в пятерочке, там они уборщиками, грузчиками работают, но это тоже детский сад. Если нет пролетариата, за что ты тогда выступаешь-то с коммунистическими другими-то темами и лозунгами? Ну, дорогой товарищ, дай себе отчет, что ты хочешь серьезного по большому счету. Он говорит, нету спроса на это. Семень, серьезный вроде чего. Говорит, нету сейчас спроса на трупы, еще там на что-то, а на это нету спроса. Будет спрос, мол, я буду делать. Так ты что, на рынке, что ли? Торгуешь своими идеями? Ты за деньги, что ли, этого зашлужил? Да, да, да. Это больше брака Горлейского. Если сознательно, то да. Но я все-таки думаю, что у него есть и искренний интерес к коммунизму, и такая искренняя уверенность в истинности коммунизма у него. Я думаю, что это просто недоработки еще, недочетки, он еще молодой. Ну, а эти Кагарлицкие-то, конечно, это такие сознательные борцы с коммунизмом. Они еще с советских времен борцы с коммунизмом под красным знаменем. Так что, дорогие товарищи, вот она, эта эпоха заканчивается. Ну, а заканчивается она, сами знаете, чем. И мы несколько раз здесь говорили о революционной ситуации. Вот пока еще нет, но кризис и мировой, и в России он есть. И вот это вот, значит, с одной стороны идущие перевороты по границам России, с другой стороны перевороты внутри России. Я считаю, что вот Путин, он совершил государственный переворот. С одной стороны, значит, в Конституции, с другой стороны ввел, уже фактически ввел, значит, государственный совет, которым он будет руководить и потом будет руководить всеми структурами государства. И продлить срок своего властительства. Но я думаю, что это не получится. Почему-то это все, потому что это все повтор, уже пройдено. Николай II тоже создал государственный совет, и вскоре этот государственный совет вместе с ним вылетел в трубу. Я думаю, что так будет и опять. И, кстати, по многим другим направлениям тоже, но это другие темы, о них поговорим в следующий раз. Так, товарищи, вопросов не поступило, поступающих нету, так что я пару слов все-таки скажу. Во-первых, спасибо большое Александру Сергеевичу, великолепная лекция, очень актуальная тема. И я думаю, вот эти кантовские цитаты, которые привела Александр Сергеевич в самом начале «Народ растащит по интернетам», это архи-ценно. Потому что действительно, вот вопрос субъектности рабочего краса, вопрос, как сделать рабочий крас из красы в себе красом для себя, это архи-актуально. И вот, в частности, у нас товарищи есть в Белоруссии, торговые были очень товарищи, и красный университет вели, и рабочим движением занимались, и газеты распространяли. А сейчас вот все есть с последними событиями, и они увидели, что против вроде бы как буржуазной урасти Рукашенко мощный субъект выступает. Они, кажется, Тихановскую впрямую не поддерживают, но они там, Всемирный союз металлистов такой, профсоюз есть. Понятная идея, что на нижнем этапе развития технологий буржуазии, работы с профсоюзами, профсоюзные эти объединения, это, в общем-то, понятно, кем они направляются, кем они финансируются. Это не организации рабочих борьбы за защиту своих интересов, это смешательство внутренней дыра других стран под предлогом международной солидарности трудящихся. И они потянулись в этот профсоюз, тем не менее, почему? Потому что они увидели там субъекта, большого представительного субъекта, который там и дает прощатки, и дает возможность семинары провести, лекции прочитать, и выступить как-то, и вроде бы как. Но они свою-то субъектность как рабочего, как деятели рабочего движения, коммунистического движения, они там потеряли в этом профсоюзе. И они тянутся, конечно, сейчас объективно, сейчас субъект здесь Тихановская, а они, так сказать, ей подыгрывают, объективно. Вот. Ну вот, что вот здесь немножечко, может быть, лекция называлась о, как это, эпоха советского просвещения заканчивается, но и, в общем-то, у меня интрига была послушать про советское просвещение. Как так оно получилось, что, в общем-то, сформировалось буржуазное мировоззрение в основной массе людей в СССР. Вот Александр Сергеевич пишет, много занимается проблемой мировоззрения. Мировоззрение, как нас учили, да, из трех элементов состоит. Это образование, воспитание и жизненный опыт. И вот, так сказать, это неразрывные моменты, их нельзя один отделить от другого, как-то разорвать. Вот. Ну вот, что вот здесь, почему вот так получилось-то, почему вот советское просвещение, и вот действительно, как Александр Сергеевич говорит, Тёмин, вот эти Кагарлицкий, потом мы еще выступали, это НАБЭ из Москвы, Бузгалин. Вот эти все ребята, это, в общем-то, осколки советского просвещения. То есть, это вот такие люди, вот как вот советская передача какая-нибудь там с хорошим зажигательным лектором. Вроде бы так интересно говорить, зажигательно там, и проникаешься, да, там Америка это плохо, капитализм это плохо, социализм это хорошо. А что делать, совершенно непонятно. Вот Сюминские лекции, там совершенно непонятно. А что делать-то? Что делать? Бежать на митинг? Ну, как-то против там свергать капиталистов, не знаю, что там делать. А что делать, совершенно непонятно. И вот во время, в советские времена, вот было же огромное число и кандидатов, и докторов. Но вот, в общем-то, если так-то подумать, вот доктора, кандидаты, вот они диссертации-то свои писали. Вот для того, чтобы они горели, а не на благо рабочего класса. Или это были расширенные заявления на повышение заработной платы. Ну, вот это вот в массе своей. Не говорю, конечно, за всех. Там попов, казенов, там это, здесь это. Но вот, тем не менее, в массе своей. И если в плане технических наук, ну, не знаю, сколько это можно назвать просвещением. Это образование, скорее, все-таки. Советское образование задачу выполнило. И до сих пор мы на задерах советской науки, технической существуем. И благодаря этому существуем. То области общественных наук тут, конечно, хвастаться нечем. И если кандидат наук Попов, там профессор Смирнов, профессор Сергеев, кандидат наук доцент Казенов, они там выступали чего-то за прогрессивные идеи, то против них в конце 80-х выступают, ну, там, академики Ранд, как-никак. Там Петраков, Львов, Забавская, там это, Бунич, Абаркин, Агенбегян, там это пальцев не хватит на руках и на ногах. Сосчитайте, этих академиков. Это не профессора, это академики. И в целом, так сказать, конечно, вот советская общественная наука, она вот поверила действительно к капитализму. Вот это капиталистическое мировоззрение буржуазное, оно возревало, возревало, возревало. И вот произошло, конечно, не без помощи внешних сил, но и без этого возревания этого буржуазного мировоззрения не произошла бы контрреволюция в 91-м году, я думаю. Вот это вот больной вопрос, я думаю, Александр Сергеевич нам еще об этом расскажет. Но сейчас надо поблагодарить. Можно, вы заметите, сказали, что вопросов нет, можно маленький вопрос. Ну, давайте. Ваша лекция была в основном посвящена просвещению с огромной точки зрения массы, классы. А вот что бы вы посоветовали при просвещении направлено к индивиду, к обывателю рядовому? Вот как подойти, посоветовать... А у вас отдельно взятый человек или класс, что вы к отдельно взятому индивиду выводите это просвещение? Значит, вот в чем наша ошибка коммунистического движения? Если первые там сто лет она была неинтересна, потому что всякий рабочий был по духу коммунистов, то сегодня она вопиет. То есть то, что мы всегда говорили, что класс, конечно, класс самое важное и самое главное. Ну, отрывать его... Но от него нужно дойти до индивида, до конкретного, и понять его, Ватю и Петю. И нельзя это разрывать. Вы каждого отдельно понимать собираетесь? Не класс в целом понимать, а каждого индивида отдельно. Я хочу понять класс, я хочу понять класс и каждого индивида, а потом их единство и взаимосвязь. Вот как к индивиду подойти? Вот что бы вы посоветовали? Просвещение индивида. Я думаю, до каждого отдельного индивида на таких занятиях не подойдешь. Они более-менее теоретические. Другое дело, уже могут быть примеры какие-то отдельные. А к индивидам мы приходим в агитацию и пропаганде. Конкретно на заводе с газетой. Здравствуй, дорогой товарищ, наут, почитай. Какие вопросы по предыдущей газете и так далее и тому подобное. А вы здесь не усматриваете, вот из работы Сталина, анархизм, социализм, такой момент, что вот анархисты говорят, мы сделаем свободную личность, тогда будет свободным и общество. А мы говорим, мы сделаем свободным общество, тогда будет свободная и личность. Так, дело в том, что личность – это ансамбль общественных отношений. Человек не есть абстракт, живущий где-то. В своей действительности он есть совокупность общественных отношений. А общество – это совокупность личностей. То есть, общество определяется через личности, а личность определяется через общество. Их друг от друга не оторвать. Я-то тоже к каждому из вас лично обращаюсь, не только как к группе. А мне интересно, чтобы каждый из вас что-то вынес, что-то полезное для себя усвоил, подумал над этим, может быть, потом где-то применил. А не так, что я прочитал, а что каждый из вас думает наплевать. Поэтому это всегда сцепка общественного, индивидуального. Человек, сам общественный существовал, общество – это человек. Человек есть род. Значит, причем каждый человек есть более высокий род, чем тот род, в котором он себя считает живущим. Вы в каком роде относитесь? Как называется ваш род? Ой. Да. Ну, наверное, мой род называется «Советский». Нет. Фамилия ваша как? Чижевский. Чижевский. Вы себя относите к роду Чижевских. Правильно? Нет. Или неправильно? Ну, так Чижевский – это советский, значит? Нет. И мы говорим, я говорю, что каждый человек есть род. Значит, вы считаете себя, что вы относитесь к роду Чижевских. Но Чижевский – это, видим, фамилия папы. Папы. Ну, наверное, подразумевая, есть у вас и мама. Есть. О, угадал. Так, а мамы как фамилия? Овчинникова. Овчинникова. Так, а почему вы себя не считаете родом Овчинниковых? По традиции, наверное. По традиции, по закону, по социальным отношениям, которые установлены в нашем обществе. Считаем мы род по мужской линии. Но он считается по мужской, а в действительности-то он есть двойной. Значит, вы относитесь к роду Овчинниковых. Теперь, отсюда следует вывод, что вы включаете в себя два рода овчинников в их и Чижевских. Правильно? Или неправильно? Правильно. Следовательно, вы, как род, включаете в себя два рода. То есть, вы есть более общий род. Вы на самом деле являетесь родом для этих родов. Правильно я делаю вывод? Ну, можно сказать. Не можно, а точно. Поэтому я и говорю, и это Гегель, это я у Гегеля выучил. Каждый человек есть род. Поэтому мы и обращаемся вроде к вам, а обращаемся к каждому из вас, к общественному, к родовому, к роду, к сознанию. Теперь, к всеобщему. Сегодня мы говорили с вами о всеобщем сознании, об эпохе просвещения, о Канте, который внес вклад в развитие всеобщего образования. Значит, и африканцы, и латиноамериканцы изучают Канта и учатся у него, развивают свою голову с помощью этого Канта. И мы с вами с помощью него. Так мы с вами и личную свою развиваем в сторону, и общественную. Развиваем себя как общественных всеобщих индивидов, познающих Канта. Поэтому и говорил Блок так. Нам внятно все – и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Вот это германский гений, который мы спокойно понимаем, постигаем, усваиваем без какой-то задоринки. Проглатываем, как даже известное в каком-то смысле. Это я его и принес. Почему? Потому что оно известно близко нам. Мы это как бы уже знаем. Мы это тоже обсуждали. Интересно, что вот и Канн, 250 лет назад этот вопрос изучал, его это интересовало. И через 5 лет началась революция. Великая. И мы думаем, что все-таки вот эти просвещения наши отдельных людей. И нас же тут немного. Сколько у нас тут? 15-то есть? Но мы готовим, да, трансляция будет, мы готовим общественное сознание, то есть большую массу людей. Каждого в отдельности, одновременно и большую массу людей. Так что мы не разрываем это на самом деле. Хотя вот эта мысль доходить до каждого, она тоже важна. Но вот до каждого мы доходим конкретно, именно в конкретной работе. Когда распространяем газеты, стоим в пикетах, приходим на митинги, там общаемся, там, ну и так далее. Тогда и до каждого отдельного человека мы с вами и доходим. Так бы я ответил на ваш вопрос. Ну, можно мне еще по практике, оно может вам окажется полезным. Я распространял много газет по предприятию, порядка 60. К сожалению, рабочий класс у меня из читателей состоял всего человек 10. Дело в том, что я предлагал, мне говорили нет, мне не надо. Были рабочие, с которыми я имел контакт, это человек 10. Это было года два тому назад, а может три. Поэтому, в принципе, когда вы сказали, на, вот газету почитай, я говорю, на, почитай. А он говорит, нет, мне не надо. Значит, и это очень, ну, как вам говорю, немножко удивляло меня. И тем не менее я должен вам сказать, а что было? Вот у нас, можно сказать, что мы, наше руководство вело себя неправильно, когда вот произошел этот буржуазный переворот. Это действительно так. Я с Райкомом-то тоже имел дело, у них там тоже заворот был такой. В Райкоме, к сожалению, рыба гнеет головы, оно так и получилось. Но, понимаете, в чем дело? Значит, так, еще у вас выступление или вопрос? У нас вопросы задают записками вначале, потому что вы затягиваете. Я еще могу сказать, может, это окажется полезным. Однако, обратите внимание на то, что рабочий имеет 15 дней отпуска при советской власти и 24 имеют отпуска сегодня. Это раз. Дальше, значит, соответственно, рабочий получает сегодня уровень с инженером и даже несколько больше. В те времена, между прочим, сейчас, это было так. Поэтому, когда анализировали, почему произошло вот это вот... Так, товарищи, вам сколько еще времени надо? Сколько вам еще времени надо? Дальше. Так, значит, товарищи, ну здесь у нас закончили. Я хочу сказать, что газеты, это смотря какие газеты. Вот есть, например, газеты, которые рабочие сами заказывают. Мы по их заказам делали. Это газета «Докер», которая тысячами расходилась. Несколько десятков номеров было выпущено в свое время. Газета «Депо», газета «Шахтер Донбасса». Так что, поэтому и газеты наши по заводам расходятся, и, в общем-то, проблем с распространением по заводам нет. Значит, ну и... Хотя есть такие случаи, как вы говорите. Спасибо большое Александру Сергеевичу еще раз. Ну и в следующий раз угрожаю всех на лекцию профессора, доктора философских наук, Огородникова Владимира Петровича. Лекция будет называться «Патриотизм и красовая борьба». Все, спасибо. Продолжение следует...